Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Режим самоизоляции продлили, но есть послабление. Как изменится жизнь жителей Самарского региона завтрашнего дня? Приступили к отделке здания, расчистили площадку под спортивный городок. Строительство школы в микрорайоне Новая Самара идет в плановом режиме. Масло заменили, батареи зарядили, корпуса покрасили. В Самаре завершилась подготовка военной техники к участию в параде победы. В Самарской области режим самоизоляции продлили до 23 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. Но есть послабление ограничительных мер. С 17 июня можно проводить спортивные соревнования в помещениях, где количество людей не превышает 10% от общей вместимости здания. Также жители Самарской области смогут забронировать места для проживания на туристических базах и заниматься физкультурой на открытых площадках. Напомню, с 3 июня разрешены экскурсии на водном транспорте, но при условии социального дистанцирования. С 22 июня при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил разрешат работу магазинов без ограничений площади торгового зала. В Самарской области планируют возобновить дачные перевозки. Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Азаров на заседании Оперштаба по борьбе с COVID-19. При этом губернатор Самарской области особо акцентировал внимание глав муниципальных образований на необходимости жесткого контроля за соблюдением ограничительных мер, которые действуют на территории области. Почти 2000 человек в регионе вылечились от коронавируса. Это примерно половина от общего числа заболевших. За сутки выявлено 70 новых случаев заражения. Показатель смертности от новой инфекции в регионе ниже, чем в среднем по стране. За весь период скончались 50 человек. В Самарской области по-прежнему действует масочный режим. Людей просят также соблюдать социальную дистанцию. Но не все добросовестно соблюдают особо ограничительные меры. Если в магазинах требования исполняют хорошо, то в общественном транспорте средства индивидуальной защиты надевают не все. Контроль должен быть усилен, поручил губернатор Дмитрий Азаров. Индекс самоизоляции в Самаре, по данным сервисов Яндекса, на 18 часов составил 1,2 балла. Это значит, что на улице очень много людей. По итогам 15 июня индекс самоизоляции составил 1 балл. Это на 0,3 балла больше, чем в обычные дни до распространения коронавируса. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем также на 0,3 балла. То есть изменения в Самаре примерно такие же, как в среднем в других крупных городах. По среднему уровню самоизоляции Самара занимает пятое место в рейтинге среди 15 городов-миллионников. Возглавляет рейтинг Волгоград с показателем 1,4 балла. Самое низкое значение индекса зафиксировано в Казани – 0,7 балла. Возведение школы в Новой Самаре вышло на финишную прямую. Строители завершают гидроизоляцию крыши и уже приступили к отделке здания. Как идут работы, сегодня проверила глава Самары Елена Лапушкина. Учебное заведение строится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Ввод в эксплуатацию запланирован на конец этого года. Сейчас работы идут в плановом режиме. Олег Зверев в этом убедился. Фасад новой школы постепенно приобретает завершенный вид. Здание утепляется снаружи, стена готовится под покраску. Строительство школы в микрорайоне Новой Самары идет в плановом режиме. Работают две подрядные организации. Уже началась отделка интерьера и благоустройство пришкольной территории. К концу года здания должны ввести в эксплуатацию. Самара развивается и к югу, и к северу. На городских окраинах сегодня строится десятки тысяч квадратных метров жилья. Вместе с ними сюда приходят и социальные объекты. Эта школа на 1200 мест. Она не только решит проблему для горожан, которые здесь уже живут, но и обеспечит запас учебных мест для детей, которые будут жить в новостройках. Сегодня ход строительных работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. В будущих школьных кабинетах сейчас делают стяжку пола, строители штукатурят коридоры и лестничный марш. Завершается гидроизоляция крыши. Учиться здесь будет не просто комфортно. Школа будет соответствовать современным стандартам образования. Работы достаточно серьезные проведены с момента моего последнего посещения. Уже приступили к отделочным работам в части помещений, приступили к благоустройству территории школы, расщищают площадку под спорт-ядро. Поэтому, конечно, все, что было запланировано по графику, все работы выполняются в срок. Жителям окрестных кварталов больше не придется возить своих детей в другие микрорайоны города. Сейчас школьники из Новой Самары учатся в основном в поселках Мехзавод и Крутые Ключи. Новое учебное заведение примет всех. Причем параллельно с возведением зданий обустраиваются и подъездные пути. Здесь у нас дороги микрорайона Новая Самара, так называемый, третий этап. И за строящимся девятиэтажным домом, за ним второй этап. Третий этап у нас уже фактически на 95% завершено. По второму этапу, там порядка 80% дорога в нижнем слое сделана. У нас на днях заключается на остатке работ с того года. Муниципальный контракт. Кроме того, у новой школы будет мощное спортивное ядро. Планируется, что на пришкольной территории появится современный спортивный городок, где смогут заниматься все жители микрорайона. Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Еще одно учебное заведение продолжают строить на пятой просеке. Проходящую по советской армии теплотрассу, которая будет снабжать отоплением школу, отремонтируют. Ее протяженность составит около двух километров. А также к учебному зданию подведут еще две новых трубы. Их протяженность составит 550 метров. Все это сделают благодаря переходу областного центра к ценовой зоне теплоснабжения. Из-за этого в Самаре сверхплан отремонтируют еще пять участков теплотрасс. Городские власти совместно с ресурсниками определили объекты, которые попали в дополнительный список ремонта. Одна из них, советская армия, я уже называл ее и говорил. Это тоже один из объектов, где необходимо в части опять же подключение школы на пятой просеке. Вот один из объектов. В пятницу буду докладывать полностью по всем объектам, которые встаем в ремонт. Мы вносим изменения до 25-го в постановление главы города по этим объектам и приступаем к работе. Они отторгованы, насколько я информирован, Т-плюс об этой работе. В следующем году грунтовую дорогу рядом со строящейся школой заасфальтируют. Сделают парковочные карманы и тротуары. Также большими картами отремонтируют дорогу по улице Советской армии. Ориентировочно от дома номер 240 вниз, где планируется обустройство второго подъезда к школе. Сейчас в городе производят техническое перевооружение и ремонт 15 теплотрасс, изначально запланированных к ремонту. Работы проводят на улицах Гастелло, Рабочей, Ульяновской, Блюхера, Челюскинцев, Некрасовской, Печорской, по два участка на проспекте Кирова и улице Фискультурной. Большое количество перекладок производится в центральной части города. Работы здесь затруднены узостью улиц, а также наличием трамвайной и троллейбусной линий. В Самаре завершилась подготовка военной техники к участию в параде Победы. Водители и механики проверили техническое состояние техники, в частности уровень технических жидкостей и заряд аккумуляторных батарей и исправность световых приборов. На военном аэродроме Кряж были развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски. Был израсходован на более полутора тонн зеленый и черный красок, более трех тонн моторных масел, а также 16 комплектов асфальтоходных башмаков для гусеничной техники и более 150 комплектов наклеек с символикой Вооруженных сил Российской Федерации. На параде механизированная колонна будет представлена УАЗами «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корт», бронеавтомобилями «Тигр-М», бронетранспортерами «БТР-82А», боевыми машинами пехоты «БМП-2», танками «Т-72Б3», самоходными гаубицами «Мста-С», реактивными системами «Ураган» и «Град». Единственной раритетной техникой, которая проедет раньше современных военных образцов, станет легендарный танк Т-34. Всю военную технику, которая примет участие в Параде Победы 24 июня, городские власти планируют временно разместить на стоянке неподалеку от площади Куйбышева возле Дома офицеров на улице Чапаевской между Вилоновской и Красноармейской. Саму площадь сейчас также готовят к параду, специалисты продолжают собирать трибуны для зрителей, а в ближайшее время начнут установку биотуалетов, мусорных урн, организуют посты охраны и подключат рамки металлодетекторов. Мы определены места сбора мусора, определены места установки биотуалетов. Мы с 18 на 19, ну до 20 обновим всю разметку, которая на площади у нас на сегодняшний день полностью. По улице дорожной сети пройти, обновить ту же самую разметку. К пригородному транспорту особое внимание. Для того, чтобы поездка оказалась безопасной и комфортной, в автобусах проводится дезинфекция. Водители напоминают пассажирам о масочном режиме. Носят ли жители Самары средства индивидуальной защиты, узнала мэрия Илчан. Сергей Балаев признается, маска в период пандемии стала для него неотъемлемым аксессуаром. Говорит, без средства индивидуальной защиты из дома не выходит и обязательно надевает, садясь в общественный транспорт. Я считаю это совершенно верно, совершенно правильно. Потому что в общественном транспорте, где-то в торговых центрах мы находимся очень близко в контакте с друг другом, с другими людьми. И чтобы не заразиться, не заразить окружающих, не принести заразу домой, к своим детям, нужно обязательно иметь с собой маску. И перед выходом из дома каждый человек должен об этом внимательно подумать. Согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, контроль за соблюдением масочного режима усилен. Водители пригородного транспорта с пассажирами на одной волне. Водители обязаны носить маску и перчатки во время движения с целью исключения заражения. Водитель при посадке пассажиров дает им указания об обязательном использовании маски во время езды по маршруту. Тщательно следят в пригородном транспорте из-за дезинфекции. Для предупреждения распространения коронавируса ежедневно в автобусах проводится обработка салонов специальным раствором. Перед каждым рейсом сотрудники протирают поручни, спинки сидений и проветривают салон. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. Далее, коротко о других событиях дня. Сегодня в Самаре стартуют гидравлические испытания сетей от центральной отопительной котельной. В связи с этим сотни домов останутся без горячей воды. Речь идет о домах на улицах в пределах Гагарина, Революционной, Скляренко, Врубеля, Московского шоссе, Санфировой, Антонова-Овсеенко, Запорожской, 9 мая, Промышленности и Авроры. Испытания будут проводиться до 30 июня. Горячая вода вернется в дома после устранения выявленных повреждений. Сегодня утром в Самаре на трассе М-5 по направлению в город произошла серьезная автомобильная авария. Фотографиями происшествия поделились очевидцы в социальных сетях. Автомобиль марки ВИЗ столкнулся с ехавшим впереди Туарегом. На месте работали пожарные и сотрудники госавтоинспекции. Подробности ДТП выясняются. В Самаре могут установить самолет МиГ-15. Памятник истребителю, который расположен на закрытой территории воинской части, попросили перенести в город. Сохранность памятника, находящегося в военном городке на улице Ярошевского, 94, оказалась под угрозой, поскольку воинская часть переезжает. Памятник достался военным в наследие от Центра переподготовки летчиков ВВС Вооруженных сил Российской Федерации. Место установки будет еще обсуждаться вместе с жителями. Жителю Тольятти грозит до двух лет лишения свободы за то, что он сдал в ломбард чужое имущество. Жалобу на него написал пострадавший работник проката спортинвентаря. Он сдал подозреваемому дорогостоящий велосипед иностранного производства на несколько часов. Но по истечении времени любитель покататься исчез, а по указанному номеру телефона не отвечал. После изъявления от прокатчика правоохранители вычислили злоумышленника и задержали. Им оказался 29-летний мужчина. Он признался, что сдал велосипед в ломбард, а вырученные деньги потратил. В Самарской области череду теплых дней прервут кратковременный дождь и гроза. Погода изменится в ночь на четверг, 18 июня. По прогнозу синоптиков, ветер может усилиться местами до порывов со скоростью 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до 23-28 градусов. В Самаре государственную аттестацию проходят будущие педиатры. Экзамен в этом году проходит в непривычном формате. Студенты отвечают на билеты не лично преподавателю, а только через экран монитора. Сами экзаменуемые в масках, перчатках и на безопасном расстоянии друг от друга. Легче или сложнее от этого стал экзамен? Расскажем в следующем репортаже. Маска, перчатки и халат. Совсем скоро именно так Наталья Пантелеймонова будет готовиться к приему пациентов. А пока ей предстоит выдержать государственные экзамены. Будущие педиатры показывают, чему они научились за 6 лет в университете. В этом году экзамены проходят в необычном формате – онлайн. Наталья признается, волнение есть. Но за пару последних месяцев учебы студенты уже привыкли общаться с преподавателями через монитор. Было интересно достаточно. Единственное, непривычно именно общаться с компьютером, а не с преподавателем, которого ты видишь по протяжении 6 лет, потому что техника все равно это страшнее, чем личное общение. А так достаточно интересный опыт. Экзамен проходит в несколько этапов. Первый в виде тестирования студенты выполнили дома. Второй этап проходил уже в университете. Для этого там выделили два компьютерных класса. Студентов рассадили с соблюдением дистанции. Перед каждым по два компьютера. Один для выполнения заданий, второй для контроля со стороны преподавателей. Они размещались в соседней комнате и в случае необходимости могли задать уточняющие вопросы. Этап собеседования, он проходит как раз в таком полудистантном что ли варианте, но он все равно есть. Преподаватель-экзаменатор, видя ответ студента, пошаговый его ответ, он может на каждом этапе задать им вопрос, почему он так решил, почему он так ответил. Для проведения экзамена в формате онлайн была проделана огромная работа IT-команды медицинского университета. Кроме этого, каждая кафедра подготовила пакет задач, которые разместили в электронной информационной образовательной системе, чтобы студенты могли тренироваться перед госэкзаменами. Полагаю, что это не повлияло на качество знаний, потому что они были в непрерывном контакте со своими преподавателями. Были созданы все условия для того, чтобы студенты могли эффективно взаимодействовать и получать знания, которые позволят им стать врачами. Всего из стен медицинского вуза в этом году выпускается более ста врачей-педиатров. И заключительным этапом аккредитации через пару недель для них станет практическая проверка навыков, где студенты на манекенах будут демонстрировать оказание помощи детям. Андрей Горгуленко, События. Ее прадед создал в Куйбышевском медицинском институте кафедру госпитальной терапии. Дедушка выпустил более 40 кандидатов медицинских наук, а мама и отец своей жизни посвятили кардиологии. В преддверии Дня медицинского работника съемочная группа телеканала «Самара ГИС» встретилась с Ольгой Германовой, врачом в четвертом поколении. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Ольга Германова работает врачом уже больше 15 лет. За это время она помогла нескольким тысячам пациентов встать на ноги и вернуться к нормальной жизни. Ольга занимается функциональной диагностикой. Выявляет у пациентов кардиологические заболевания на ранней стадии. Всегда то, что я принадлежу к медицинской династии, накладывало на меня дополнительную ответственность. И даже во время учебы в университете, если кто-то другой из студентов мог, например, пропустить занятия или что-то не сделать, то я чувствовала повышенную ответственность, что я не могу это сделать. И, конечно, я старалась учиться и запоминать как можно лучше. Ну и, в общем-то, в работе стараюсь тоже приложить максимум усилий. Ольга – доктор в четвертом поколении. Ее прадед Анатолий Германов создал кафедру госпитальной терапии в Куйбышевском мединституте в 40-х годах. В первом стране начал серьезно бороться с гипертонией. Он вскрыл механизмы развития болезни и разработал методики ее лечения. Дедушка Ольги, Владимир Германов, заведовал кафедрой и клиникой госпитальной терапии. Его студенты защитили 9 докторских и 42 кандидатских диссертации. Родители Ольги тоже медики. Пациенты, с которыми работает Ольга, о достижениях семьи Германовых ничего не знают. Несмотря на это, они с теплом отзываются о ее человеческих и профессиональных качествах. Я ценю ее. Типа, как она меня приняла сюда и по результату общалась со мной. Я доволен. Сейчас Ольга Германова продолжает принимать пациентов и параллельно занимается научной деятельностью. За время работы доктор написала более 60 медицинских статей. В 2019 году получила грант на обучение в Европейском сообществе кардиологов. Как только откроются границы, Ольга Германова отправится перенимать опыт зарубежных коллег. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы. Вместе с боевыми товарищами уничтожил восточно-прусскую немецкую группировку и штурмовал последнюю гитлеровскую крепость на Балтийском море. В преддверии Парада Победы, который пройдет в Самаре 24 июня, съемочная группа нашего телеканала побывала в школьном музее имени героя Советского Союза Федора Сафонова, где хранятся его личные вещи и архивные фотографии. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Федор Матвеевич Сафонов родился в 1923 году. Во время войны его отправили в авиационное училище. После окончания обучения его зачислили в запасной авиационный полк, который располагался в Куйбышеве. Здесь он получил новый самолет-штурмовик Ил-2, на котором отправился на фронт. Федор Матвеевич воевал в составе 74-го гвардейского Сталинградского краснознаменного ордена Суворового полка. Он участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы, уничтожил немецкую группировку Восточно-Прусской армии под Кёнигсбергом и штурмовал последнюю гитлеровскую крепость в Балтийском море. При жизни он получил звание Героя Советского Союза и множество государственных наград и знаков отличия. В Самарской школе номер 12 в его честь открыли музей. Федор Матвеевич часто приходил сюда и проводил уроки мужества с учениками. Так как он проживал в Ленинском районе, он был частым гостем. Очень хороший, добрый человек. Всегда приходил в школу. Ну и очень спокойно, доходчиво рассказывал о тяжелых днях войны. Федор Матвеевич был одним из участников легендарного парада 24 июня в 45-м году на Красной площади в Москве. Воспитанники 12-й школы сохранили воспоминания о подвигах Федора Сафонова и вместе с сотрудниками музея сняли фильм, посвященный герою Великой Отечественной войны, в котором Сафонов сам рассказывает о том, как встретил победу. Мы, конечно, выскакиваемся на улицу с пистолетами, стрелять начали вверх, палить. Кто пошел на аэродром самолет целовать, кто, с чего. По поручению президента России Владимира Путина парад победы в этом году в стране пройдет 24 июня. По площади Куйбышева готовятся промаршировать военные из трех регионов. В форме пехотинцев пройдут военнослужащие из Оренбургской области. Экипировку летчиков примерят военнослужащие из Самарской области. А форму моряков на параде представят военнослужащие из Удмуртии. Каждый расчет будет состоять из 31 военнослужащего. Все они будут нести в руках легендарные винтовки Мосина и пистолеты-пулеметы Шпагина. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. В Самарской области растет число пострадавших от укусов клещей. С начала сезона членистоногие покусали более 4000 человек. Из них почти полторы тысячи дети. Городские парки, скверы и аллеи обрабатывают специальными растворами. Поэтому опасность подстерегает на дачных участках, в лесах и рядом с водоемами. Елена Малютина напомнит, какие меры предосторожности стоит соблюдать на природе и расскажет, что делать, если клещ все-таки укусил. Пик активности клещей приходится на начало лета, а значит отдыхать на природе и дачных участках сейчас небезопасно. Специалисты советуют соблюдать меры предосторожности. Отправляясь на отдых, надевать плотно прилегающую к телу одежду, чтобы клещам было труднее под нее проникнуть. Кроме того, стоит отдать предпочтение одежде светлых тонов, на ней членистоноги видны сразу. Осматривать себя и детей нужно каждые 40 минут, чтобы клещи не успели впиться в тело. И, конечно, стоит воспользоваться репеллентами. Жительница Самары Татьяна Шляхова говорит, укусов клещей боится и всегда соблюдает меры предосторожности, выезжая на природу. Оно незаметное. Когда кусает, он выпускает такую специальную жидкость обезболивающую и даже не почувствует, что когда он кусает. А так как у нас везде, в общем-то, там, где Волга и все населенные пункты, там везде очень много клещей. Обязательно нужно репеллентами одевать одежду, чтобы не проникало, клещ не проникал, не укусил. А когда возвращаешься уже с прогулки, обязательно осматривать себя, стряхивать одежду, проверять волосы обязательно. По мнению специалистов, для укуса членистоноги выбирают места, где кожа наиболее тонкая. У детей это область шеи и головы, а у взрослых подколенные ямки и живот. Если клещ все-таки успел впиться самостоятельно, его лучше не снимать. Следует как можно быстрее обратиться в больницу. Там его не только безопасно извлекут, но и проведут анализ. И установят, не болен ли он энцефалитом или боррелиозом. А пострадавшему сделают профилактический укол. Серопрофилактика, то есть введение против клещевого иммуноглобулина эффективно в первые три дня от момента укуса. Дальше уже профилактика это неэффективно. Поэтому, если у вас есть возможность в течение трех дней обратиться в лечебное учреждение по поводу укуса клеща, это нужно сделать. Если пациент не успел сделать серопрофилактику вовремя, а клещ оказался носителем боррелиоза или энцефалита, пострадавшего положат на лечение в больницу. В противном случае возможен летальный исход. Елена Малютина, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютубе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин